Итак, дорогие друзья, сейчас мы с вами вот как начнем двигаться. Первая наша задача это инструменты. Значит, смотрите, мы с вами будем использовать библиотеку Web3.py. Эта библиотека повторяет библиотеку GC от эфира. Далее будем использовать библиотеку PyEthereum. Итак, библиотека Web3.py это библиотека для взаимодействия с блокчейн эфира. Библиотека PyEthereum это библиотека для работы. Я ее открыл. Это библиотека виртуальной машины эфириума, которая запускает выходы, то есть мы можем полноценно работать с контрактом. Но нам придется проделать намного большую работу, поэтому первые уроки мы займемся установкой программного обеспечения. Ведь не забыли, у нас идет работа с эфириумом, далее разработка децентрализованных приложений. То есть вы их сможете разрабатывать на Django, на Python, потом перейдем к мобилам. Значит, мы, конечно же, будем использовать браузер Remix. И чтобы на первом этапе не тратить реальные деньги, нам с вами надо будет подключить такую вещь, как Megamax. Это тестовая сеть Robstem. То есть, видите, здесь у меня есть эфиры, это все можно разворачивание контракта. И у меня просто, мы будем это рассматривать, но у меня уже подключен мой аккаунт. То есть мы сможем создавать смарт-контракты. Мы будем работать с разными языками. Конечно же, основная задача – работать с Python. Но будем рассматривать варианты, когда мы будем писать контракты и на солидности. То есть язык солидности. Он несложный. И можно будет оследить контракты. То есть все мы будем, это рскан, да, отслеживать. Следующий инструмент, который мы себе установим – это инструмент Infura. Что он делает, данный инструмент? Допустим, когда мы с вами будем делать уже совершенно реальное приложение, у нас будет свой узел. Свой узел. Но на первом этапе у нас нет узла. Но нам же надо как-то делать, что вот мы откуда будем посылать все команды, то есть весь код, использование API и так далее, чтобы нас как-то идентифицировать. Поэтому нам здесь поможет вот этот вот сервис, который будет нам заменять, как бы, грубо говоря, представлять наш узел через API. И здесь вот можно выбирать. Я все это брал уже, когда собирал. Какова моя цель была? Моя цель была, чтобы в первую очередь собрать инструменты. Далее мы установим, у кого не установлено, ГИД. Моя цель была, чтобы создать инструменты для того, чтобы вникать в блокчейн. Здесь очень много понятий, которые надо будет изучить. Ну, например, таких, как ГАЗ. Да, то есть именно в Эфириуме, когда вы выставили ГАЗ, то это и будет начисление процентов майнером. В общем-то, ребята, работы много, понятий много. И это интересно. Поэтому первый этап – установка инструментов. Следующий этап – это изучение самой библиотеки разных понятий. То есть, опять же, тут не все так просто. Нам придется работать, где-то писать на Python, где-то на солидности, где-то на GC. Потому что Web3Py – это API. Это API такой библиотеки Этериума. То есть, практически клон ее Web3GC. Мы начнем, конечно же, с Python. А там вы уже разберетесь, кому как удобней. Это, я надеюсь, уже понятно. Итак, получается такая картина. Подводим итог. Картина следующая. Наша цель – научиться писать D-apps, то есть, децентрализованные приложения, веб и мобильные. Для того, чтобы писать децентрализованные приложения, надо начать работать с эфиром. То есть, эфириум – это платформа с API, которая и позволяет нам делать децентрализованные приложения. При этом мы начнем с того, что будем передавать эфиры, ну, то есть, тестовые деньги. Но, на самом деле, может быть передано в децентрализованные приложения все, что угодно. Какая-то информация, опросы, какие-то вещи социальной сети, все, что угодно. При этом, это великолепная возможность связать децентрализованное приложение с обычным приложением. Короче, здесь работы очень много. В общем, я надеюсь, вы меня поняли, что надо с чего-то въезжать. Школа блокчейн находится по адресу блокчейн.spb-tut.ru И, в принципе, здесь быстрый старт с блокчейн. Мы написали первый код. Вот по ссылочкам посмотрите, что такое блокчейн, начало изучения. То есть, самые такие простые вещи, которые дают понимание вообще о блокчейне. Ссылка на сайт в описании видео есть. Ну, а теперь, друзья, давайте потихонечку переходить к урокам. Вы знаете, у меня более полгода ушло на план. Но, по сути дела, я его так и не смог завершить. Потому что постоянно какие-то новые вещи выплывают. И поэтому я решил пойти практическим путем. То есть, по составленному плану. Пойти с инструментом. Потом изучение API. Изучение эфира. И, в конце концов, никак не получится по-другому. Поэтому придется все время не то, что перескакивать, а использовать то солидность язык, то Python. И всевозможные сервисы, о которых мы говорили, для того, чтобы понять смысл работы блокчейна. И уже после использовать их в своих децентрализованных приложениях. Спасибо. В общем, разберетесь, ребята. Я не скажу, что это очень просто. Но, в то же время, я не скажу, что это очень сложно. Для тех, кто даже Python не знает, есть школа spb-tut.ru, где мы изучаем и Python, и Django, и есть Python с самого нуля. Получайте пожизненный доступ и занимайтесь. Прочитайте, хотите так, программистам читайте, как правильно изучать Django. То есть, все инструменты есть. Просто нам надо с вами изучить довольно много понятий. Ну, они не сложные. Вот раз понял, что такое газ. Ну, все, больше. Больше вам уже не надо там что-то думать. Вы просто будете знать. Тут эти вещи надо просто знать. Это те вещи, которые, я говорю, они просто новые, но не значит, что они сложные. Ну, а код здесь придется немножко, конечно, поучиться, потому что, отличаясь от традиционного. В общем-то, кому тема интересна, ссылки на сайт и потихонечку делаем со мной по порядку. Вообще, блокчейн, я начал... Знаете, что меня лично заинтересовало? Меня лично заинтересовало, вообще-то... Меня лично заинтересовало, это разработка мобильных приложений с блокчейн. Я уже находил много интересных вещей, что уже технологии потихоньку меняются, и нутро железо телефонов, то есть, все подстраивается. И когда... Это на языке программирования Kotlin, он намного проще, чем Java. Но потом, когда я занялся этим вопросом, а это было в конце 2017 года, я понял, что не получится вот блокчейн взять на храпом. Ни в коем случае. Это очень широкая тема, и я понял, что нужна отдельная школа. Но при этом, повторяю, ребята, что блокчейн мы будем использовать и с веб, то есть, это значит, можно писать приложения на Django и встраивать в обычные приложения, и мобильные приложения в мобильных приложениях. Но прежде чем это начать делать, сначала надо разобраться, что же такое блокчейн, начать писать первый код, начать делать смарт-контракты. И вот основная идея. Основная идея и заключается, когда я составлял план, делал, 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 потом пришел к простой очень вещи, что, в принципе, для начала надо и брать БК за рога. То есть, работать со смарт-контрактом. Смарт-контракт – это определенные условия, которые нечто делают. В каких-то случаях передают деньги при каких-то обстоятельствах, в каких-то случаях передают абсолютно любую информацию. Я сказал, вместо денег можно поставить все, что угодно. Но на самом деле данный смарт-контракт включает довольно много информации, которые надо изучить. Допустим, проще всего, конечно, делать это с такими вещами, как Web3Py, то есть писать на Python. Но, как вы видите, библиотека довольно большая и здесь есть довольно много понятий, которые стоит понимать, чтобы свободно владеть. То есть, быстрого изучения не будет. Я рекомендую просто, кому интересно, подключаться к школе и спокойно по ходу, допустим, изучая кто-то Python, кто-то Django, кто-то изучает Kotlin, но по ходу подтягивать блокчейн. Смотрим, и через годик будет совсем другое понимание и умение. А уже я смотрел в сети по специальностям, и ребята школы сбрасывали, что набираются, я вижу команды объявления, что ищут разработчиков блокчейн для Django, для Flask, то есть пошла эта тематика работать. Поэтому, в принципе, спать некогда. И если вы хотите быть современным разработчиком и не остаться на обочине, то блокчейн надо изучить. При этом вы только расширите свои горизонты Python, использование GC. Кто не знал, возможно, вам станет интересно. Использование других языков, таких как солидность, там небольшая справочка. Использование Kotlin. В школе я ребят учу изучать разные языки. И показываю принципы изучения этих языков, чтобы ребята не терялись и могли пользоваться разными языками. Есть хорошие успехи, есть ребята, которые за полгода пишут на двух языках. Ну что ж, дальше продолжим. Поэтому рекомендую включить свой рацион и блокчейн, потому что современный разработчик обязан, просто обязан, если он не хочет остаться на обочине, работать и с блокчейн. Ребят, не надо, главное, пугаться. Запомните, все намного проще. Вам, по сути дела, нужно всего лишь желание. И шаг за шагом вы будете внедряться в тему, изучать, и придет момент, когда будет понятней, понятней, понятней. Просто надо в этом крутиться. Так что, спасибо за доверие. Все получится. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Продолжение следует...